Приветствую вас. Сейчас расскажу вам о семи образцовых семьях в российском кино, которые вместе с юности. Лишь единицы представителей шоу-бизнеса оказываются настоящими однолюбами и понимают, что семья, близкий человек намного важнее, чем сиюминутные слабости. Сергей Гармаш вместе со своей супругой, Иной Тимофеевой, уже более 40 лет, и отношения пары начались еще в годы учебы в МХАТе. Сергей младшей избранницы на 5 лет, и его ухаживание Инна приняла не сразу. Зато когда он получил травму, будущая избранница посчитала своим долгом ухаживать за пострадавшим студентом, стала сначала его подругой, а потом и единственной супругой. Конечно, в семье были непростые времена, особенно в сложные 90-е, когда многие артисты сидели почти без работы. Вместе пара воспитала сына и дочь. Отношения Александра и Екатерины Стрижиновых длятся уже четыре десятка лет, и начались они очень рано. Еще в подростковом возрасте начинающие актеры снимались в фильме «Лидер». Катерина не воспринимала всерьез ухаживание сына известного артиста и считала его неосознанным. Вот только Александр сумел доказать свои чувства, и пара отправилась в ЗАГС, а потом венчалась, едва достигнув совершеннолетия. Вместе супруги воспитали двоих красавиц-дочерей и уже стали бабушкой и дедушкой. Роман Курцин и Анна Назарова. В последнее время карьера спортивного и решительного Романа Курцина активно развивается, но было время, когда его жена была более популярной. Отношения красивой пары начались еще в студенческие годы, вместе супруга воспитывают сына и дочь. А еще придерживаются правила, что счастье любит тишину. Даже став узнаваемыми и востребованными, супруги предпочитают жить в родном городе Анны, Ярославле и не очень любят светские тусовки. Роман называет свою супругу удивительно мудрой, ведь она никогда не устраивает ему скандалов и не страдает приступами необоснованной ревности. Владимир Жеребцов и Анастасия Панина. С красавицей Анастасией Владимир познакомился в театре, куда она пришла работать сразу после выпуска. Отношения пары прошли через несколько этапов, но уже более полутора десятков лет супруги вместе воспитывают любимую дочь и стремятся уделять друг другу все свободное время. Кирилл Полухин и Светлана Строгова. Свою будущую супругу Полухин встретил еще в студенческие годы и уже тогда пара создала семью. Сейчас Светлана одна из ведущих актрис театра Маяковского. Сыну творческой пары Иннокентию уже 26 лет и вместе актеры прошли через множество испытаний. В сложное время Полухину приходилось подрабатывать аниматором, но вместе супруги преодолели все проблемы. Евгений Сидихин и Татьяна Барковская. Популярность к Сидихину пришла достаточно рано, вот только уже более трех десятков лет он вместе с единственной женщиной, которая очень сильно дорожит. Знакомство будущих супругов произошло еще в студенческие годы и Татьяна училась вместе с Женей. Ее трогательная и искренняя забота настолько покорила артиста, который очень рано потерял мать, любимую мачеху, что буквально на следующий день после знакомства Сидихин вместе с вещами прибыл к будущей супруге. Вместе с супруги воспитали троих красавиц-дочерей, старшая из которых уже пошла по стопам отца. Ради семьи Татьяна отодвинула карьеру на второй план. Хоть она и выступает на театральной сцене, работает в театре кукол. Максим Логашкин и Екатерина Стулова. Знакомство будущих супругов произошло в студенческие годы и первые творческие шаги пара делала тоже сообща. Вместе артисты уже без малого три десятка лет. Любопытный момент, супруги сначала обвенчались, а уже после рождения первого сына, Савы, отправились в ЗАГС. Старшему сыну актеров уже 25 лет, и он продолжил дело родителей, а младшему всего 12. Конечно, этой паре пришлось пройти через многое, и громкие выяснения отношений тоже случались, но ведь так бывает в каждой семье. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. 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 Продолжение следует...